Набираем 1200 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. В курсе новых роликов, выходящих на канале. У нас сегодня три матча в чемпионате. Матчи не с самыми серьезными соперниками, но и пока у нашей команды нет какой-то сверх надежной игры, результативной. И есть некие проблемы, нужно притереться еще к составу. У нас сегодня серия стартует матчем против Брайтона, играем мы дома. У нас сегодня два домашних матча, один выездной. Ну и давайте приступать, посмотрим на стартовый состав, каким он у нас будет. Также состав Брайтона на ваших экранах. Собственно говоря, ничего я менять, наверное, в составе не буду, меня все устраивает. И, ребят, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки и погнали на нашу первую игру. Мы пока что имеем в своем активе 6 очков и там около 5 команд, если мне не изменяет память, имеют также 6 очков, как и мы. Мы пока расположились на пятом месте, поскольку, видимо, забили и пропустили по разнице хуже тех команд, которые находятся выше. Посмотрим, как у нас получится сейчас сыграть против Брайтона. Мы начинаем с центра поля. Пока что главный наш бомбардир это Антони Марсиаль, это Решфорд и новичок Санчо. Вот именно эти ребята будут по ходу сезона стараться вести нашу команду. Марсиаль, подача на Решфорда, первый удар по воротам, но не очень сильный. Здесь галкипер без проблем справился с мячом. Дэвид Бэкхэм у мяча. Разбег Бэкса. Подкручивал в ближний угол, но, слушайте, неплохо летел мяч. Может быть, чуть-чуть бы закрутили посильнее, и он мог опуститься и в нижний угол. Санчо играет на Решфорда. Решфорд укрывает мяч корпусом. Передача на Санчо. И первый гол. Первый гол нашего новичка. Отлично. Отлично пробил Санчо аплодисменты от Марадонны. Ну и стоит отметить, конечно, Решфорда, который вот здесь укрыл мяч корпусом. Выдал хороший пас на Санчо. И тот из-под защитника пробил в дальний угол. 1-0. Уже в середине первого тайма мы с вами выходим вперед. Брайтон пока все чаще пытается вот так вот навесными какими-то передачами сыграть. Но не всегда у них это получается. И все чаще через фланг Люкашоу. Санчо. Брайтон очень неплохо напрягает наших парней, когда они находятся с мячом. Ван Бисака. Передача в центр. Еще один удар. И мяч в сетке. Вот и Антони Марсиаль. На добавленной минуте первого тайма забивает классный мяч в дальний угол. Увидел он коридорчик и закрутил в дальнюю девятку просто изумительно. 2-0. Ну пока может быть моментов не так много. Но тем не менее два мяча мы забили. Два очень эффектных удара. Первым был Санчо. Дальше Антони Марсиаль. Ну и мы продолжаем. Продолжаем нестись вперед. Решфорд у нас сегодня не забивал. Только вот я вначале сказал, что главная наша атакующая сила это как раз таки Санчо. Решфорд и Марсиаль. И тут же двое из них уже смогли отличиться. И снова пас на Марсиаля. И Брайтон играет просто на вынос. А вот сейчас соревнование в скорости. Парашютик. И вот так вот просто, просто за пределы поля на угловой Матич переправляет мяч. А у нас Люк Шоу дернул заднюю поверхность бедра. Сейчас нужно смотреть, есть ли у нас кто на замене. Пока что у нас выходит Джеймс вместо Решфорда. Ну и Долот вместо Люка Шоу. Не будем рисковать здоровьем. В принципе 2-0. Комфортный результат. И можно нашего футболиста поберечь. Ну и видим тоже у Брайтона замена. 20 минут до конца. Здорово. Антони Марсиаль. Джеймс. Передача на Долота. Подача на дальнюю. И Джеймс. Какой голешник. Не видел этот удар голкипер. И Джеймс просто кладет невероятный мяч. 3-0. Этот парень у нас уже забивал. Но чтобы вот так, ребята. Как он поймал этот отскакивающий мяч из штрафной. И сразу без обработки слевой пойнул в дальний угол. Я думаю этот гол уже заслуживает вашего лайка. Это просто изумительный удар получился у Джеймса. Здесь спас защитник. Вынес мяч. Но Джеймс. Как же он попал. Последние минуты этого матча. И Брайтон заработали право на штрафной. Пошла подача. Отбились. И здесь Джеймс. Ну и надо свистеть. Все, ребята. Это победа. 3-0. Красивые дальние удары сегодня порадовали публику. Санчо, Марсиаль и Джеймс. Авторы забитых мячей. Ну и давайте отправляться уже на выездной матч. Результаты других матчей. Здесь Челси сыграл в ничью. Тоттенхем и Арсенал выиграли. Также смотрим, как сыграли другие команды. Победа Манчестер Сити. Победа Ливерпуля. Ну и вот так вот выглядит турнирная таблица. Пять команд имеют в своем активе по 9 очков. По 3 победы. Но, как мы видим, пока что Арсенал и Тоттенхем забивали аж по 10 мячей. По 2 пропущенных у нас и у Манчестер Сити по 5 забитых мячей и ни одного пропущенного. Открытие лиги. Глава 3. А знаете, эта серия побед с начала сезона стала для нас рекордной за все время. Добиваться побед это наша работа. Мы приехали в гости к Crystal Palace, которые в прошлом туре, если я не ошибаюсь, проиграли то ли Арсеналу, то ли Тоттенхему с крупным результатом. Посмотрим, как получится сейчас сыграть против них у нас. Немножко состав наш изменился, но трио нападающих, каким было на игру против Брайтона, таким вышло и сегодня. Появился Хуан Мата. Также в центре обороны появился у нас Байли и Эшли Янг. Сегодня вышел вместо Люкашоу. Поль Покба и можно дальний удар от поля. Не первый угловой. Пошла подача Бэкса. Удар по воротам будет. Есть удар. А это Эшли Янг. Ух ты. Ну вот у Эмью летят удары просто шикарно, но здесь немножко Эшли Янгу точности не хватило. Где-то полметра было до штанги, но первый неплохой момент. Здорово. И Бэкхэм. Какая передача. Ну же, Рэшфорд. 1-0. Просто фантастический пас Бэкхэма с центра поля. За спину защиты и Маркус Рэшфорд, который не забил в прошлом матче, забивает сейчас. Ну и посмотрите на этот пас от Бэкхэма даже со своей половины поля. За спину. Рэшфорд выигрывает борьбу и переправляет мяч в уголок. 1-0. Опасная атака. Хуан Мата. Должен успевать. Молодцом. Молодцом Мата. И здорово. Отдавал передачу на Марсиале, но на этом первый тайм закончен. Пока все здорово. Не позволяем сопернику ничего. В принципе, сегодня у нас такие команды, с которыми нужно как раз-таки играть очень уверенно. Бентеки вышел у Кристал Пелас. Вот это опасно. Удар по воротам. Дехея. Молодцом. Встал стеной. Эшли Янг. Заброс. Рэшфорд. Передача. Пытался Хидрон в центр сделать сразу пас, но не получилось исполнить. Последние пятиминутка. Кристал Пелас идет вперед. Опасная передача. И вот так вот через Дехею. Просто, просто от греха подальше. Здорово. Ван Бисака. Передача на Санчо. Она не проходит. И, ребята, матч закончен. Минимальная победа 0-1, но важные три очка сейчас. Главное в таких матчах набирать нужные для нас очки. И давайте посмотрим, как сыграли наши конкуренты. Челси выигрывает. Тоттенхэм выигрывает. Арсенал, на удивление, проиграл Вестхэму. Также смотрим, что здесь еще. Манчестер Сити тоже выиграла уже три команды. Только лишь по 12 очков имеют копилки. Ливерпуль и Уотфорд по 10 очков. И давайте смотреть, что у нас дальше. Третий матч серии, ребята, и мы принимаем у себя дома Волверхэмптон. Они неплохо пока что действуют. Находятся не так далеко от лидирующих позиций. И сегодня у нас есть изменения в составе, поскольку многие ребята подустали. Сегодня нет Санчо. Даже на замене сегодня вышел Далот вместо Ван Бисаки. Ну и снова Люкшоу. Люкшоу. Играет он здорово сразу на Джеймса, но тут же защитник выносит мяч подальше и только аут. Далее отдохнуть. Поле Погба. Матчей много, ребят. А силы уже начинают некоторых футболистов покидать. Хорошо. Отличная передача, но немножко до Марсиали она так и не дошла. Сегодня он в центре нападения. Много борьбы и много потерь мяча. Пока что не получается у одной из команд как-то центр поля преодолеть. То в одну сторону идет мяч, то в другую. Но потом все заканчивается неудачно. Ну и вот о чем я и говорю. Пошла передача и она была неточна. Джеймс. Здорово. Матич. Подача. До удара дело не доходит. Джеймс. Это Фред. Удар по воротам спасает голкипер. Но мы с мячом. Мы в атаке. И здесь офсайт. Серьезно. Лингард залез. Да, на болл корпуса. Положение вне игры. И, к сожалению, арбитр заставил Лингарда пробежать еще до самого углового флажка. И только потом свистнул. У нас уже близится концовка первого тайма. И пока, ребята, нули на табло и моментов нет. Больше возни в центре поля. Дальний удар по воротам. Но спокойно с этим мячом справляется Дехе. И на этом, я думаю, ребята, первый тайм у нас закончен. По одному удару было лишь в первом тайме у обеих команд. И ничем опасным это так и не закончилось. У нас был дальний удар от Фреда. Лингард. Но здесь нужно было хитрее играть. Пока не получается довести дело до какого-то вразумительного удара. Все чаще после двух-трех передач мы просто теряем. Футбольный снаряд. А вот сейчас соперник идет в атаку. Нельсон. И штрафной. Сейчас этот стандарт может, ребята, что-то преподнести. Но мы справились. И тут же нужно организовывать контратаку. И Фред несется. Фред с мячом. Ребята, давайте. Нужно как-то открыться. Фред берет игру на себя. Пробивает. И такое чувство, что не ожидал голкипер этого удара. Подача. Ну же. И здесь не попадает Марсиаль. Зато вот здесь у соперника все получилось. Ой-ой-ой. Чуть не срезал свои ворота. Подача. Мяч вынесли. На подборе снова соперник. И здесь защита спасает. Ну смотрите-ка. Гости нас даже немножко поддавили в концовке. Пошла подача. Опасно. Поль Погба. И на этом, ребята, матч закончен. Ну вот так вот получилось у нас сыграть свою третью игру. Здесь, к сожалению, нули. Но игра была достойная. С обеих сторон. Где-то, может быть, немножко везло. Давайте посмотрим, как сыграли соперники. Челси выигрывает. Тоттенхэм крупно обыгрывает Вестхэм. Арсенал побеждает Лестер. Так-так-так. Манчестер Сити обыгрывает 5-3. Шеффилд. А Ливерпуль играет в ничью с Уотфорд 2-2. Ну и пока мы занимаем третье место. Тоттенхэм и Манчестер Сити не теряют пока что очков. Арсенал идет вслед за нами на четвертом месте. Ливерпуль шестые. Челси девятые. Хотя, казалось бы, они вроде последние матчи начали выигрывать. В общем, ребята, вот так вот выглядит турнирная таблица. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем огромное спасибо за просмотр. И увидимся. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.